К этому событию шли пять лет. Строительство объектов магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет завершено. Система заполнена нефтью в режиме Телемоста. Нефтепровод запускает президент Российской Федерации Владимир Путин. На связи Красноярска-Тайшет. Магистральный нефтепровод Куюмба-Тайшет к работе готов. Оператор НПС-2 выполнить пуск нефтепровода. Оператор НПС-Тайшет доложить о приеме нефти в резервуарный парк. На связи НПС-Тайшет. Нефтепровод запущен в работу. Параметры работы в норме. Нефть поступает в резервуарный парк НПС-Тайшет. С этой минуты в стране стало одним нефтепроводом больше. Глава государства поздравляет трудовой коллектив транснефти. Стратегический для экономики объект построен их руками. Магистральный нефтепровод Куюмба-Тайшет позволит обеспечить прием нефти с новых месторождений Красноярского края. К трубопроводной системе Восточная Сибирь-Тихий океан теперь подключены Юрубчино-Тахомское и Куюмбинское месторождения. Мощность нефтепровода до 15 миллионов тонн в год. Мы с вами хорошо осведомлены о том, что происходит на мировых энергетических рынках. Но для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики и в мире, будет только расти. В том числе и будет расти потребность в углеводородном сырье. Нам для того, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать решения инвестиционные, что мы сделали вот по этим проектам. Нефтепровод проходит по трем районам Красноярского края и одному Тайшетскому району Иркутской области. Пересекает 90 водных преград. Среди них три крупные реки, в их числе и Ангара. Там протяженность перехода составляет более полутора километров. Мосты пока технически уже построены, проложена дорога вдоль трубы. В правительстве Иркутской области уверено, запуск магистрального нефтепровода повлечет за собой дальнейшее инфраструктурное и социально-экономическое развитие региона. Он проходит по территории Иркутской области, примерно 190 километров проходит по территории. Сразу же скажу, что на территории района создано уже 85 рабочих мест. Они уже работают. И налоговые отчисления, которые мы рассчитываем получить от этого, порядка 190 миллионов рублей, они пойдут в консолидированный бюджет Иркутской области. В 2017-м это первый, но не последний масштабный промышленный проект в сфере нефтедобычи, площадкой для которого станет Приангария. По словам Антона Логашова, ряд крупных инвесторов уже заявили о намерении предоставить финансирование, которое позволит положить ключ на старт. Галина Тернева, Константин Синицын. Новости сейчас.